Сквер, храм или идейная война против России. Кусты против храма. 13 мая в Екатеринбурге произошло событие, которое многие поспешили окрестить началом русского Майдана, а кто-то назвал прелюдией к нему. Тем, кто внимательно следит за новостной лентой, должно быть известно, речь идет о ночном противостоянии защитников сквера возле Екатеринбургского театра драмы, где намечено строительство храма Святой Екатерины. Противостояние. К сожалению, не было мирным, после того, как зону предполагаемого строительства огородили забором, активисты сквера защитники пошли на приступ. Забор раскачали, опрокинули, толпа прорвалась на огороженную территорию. Противостояли им активисты другой стороны, сторонники строительства храма, но силы и, главное, количество, оказались неравными. Позже на место прибыли представители МВД, Росгвардии, ЧОП. По сообщениям СМИ, против защитников сквера был применен слезоточивый газ, а некоторых из них, в частности, активистку Олену Смышляеву, в сети она Олена Электроподера Смышляева, арестовали и припроводили в отделение. Активистка эта сама по себе не особо интересно, но, судя по ее нику, проверка на наркотики, которые ей грозят в полиции, очень не помешает. Все это могло бы показаться вполне обычным конфликтом, когда возмущенные жители отстаивают свое право на зеленый город, экологически комфортную среду обитания и так далее. Но есть в произошедшем некие скрытые мотивы, которые буквально вопиют о внимательном рассмотрении. Все совпадения случайны. Говорить о том, что все произошло абсолютно спонтанно, не приходится. На месте событий был замечен директор американской компании Херст Шкулев Медиа Ренат Низамов, который еще 18 марта в своем интервью сказал. Это идейная война, которая вот-вот перерастет в вооруженный конфликт. Как только на драму выйдет тяжелая техника, фейсбучные активисты вынырнут из интернета под ковши экскаваторов, казаки получат команду защищать будущий храм ногайками, а православные олигархи отправят на помощь казакам ручные головорезов-боксеров. Все это выглядит страшно, кроваво и средневеково. Но от этого кошмара, что удивительно, все мы должны только выиграть. Цитата закончена. И чтобы мы не думали об умственных способностях борцов за все хорошее против всего плохого, этот в своем прогнозе оказался весьма точен. Правда, есть один нюанс. Вероятно, он был столь точен в прогнозе, поскольку сам приложил немалые усилия к его реализации. Это был не столько его прогноз, сколько его работа. Для начала несколько слов о группе компании Херст Шкулев Медиа. Справка, которая на многое раскроет нам глаза. Эта компания принадлежит российскому медиамагнату Виктору Шкулеву и контролируется ими с США. Основные активы зарегистрированы там. В Медиа Империя входит несколько крупных журналов, в том числе Maxim, L, Marie Claire и других, а также их интернет-подразделений, в частности Также, по имеющейся информации, принадлежит Шкулеву питерский портал Примерно с 2012 года сеть стала активной скупат крупные региональные сетевые СМИ, и сейчас ей принадлежат городские порталы Нижнего Новгорода, Сочи, Самары, Перми, Новосибирска, Омска, других крупных сибирских городов, а также крупнейший сайт Екатеринбурга. По некоторым данным, суммарная аудитория проектов Херст Шкулев Медиа превышает 60 миллионов пользователей в месяц, что вполне сопоставимо с крупным общенациональным телеканалом. Сам Виктор Шкулев бывший российский журналист, а потом издатель и бизнесмен. Одна из его дочерей замужем за Андреем Малаховым Дада, тем самым, ведущим большой стирки и тому подобных телепередач, посвященных полосканию грязного белья. Хотя это, конечно, к делу не относится так, штрешок, не более. Именно сайт E1.ru, принадлежащий Шкулеву, активно освещал противостояние сторонников и противников строительства храма в Екатеринбурге. Причем это было не одномоментной акцией. Когда события уже начались, нет, ситуация тщательно отслеживалась и даже, можно сказать, подогревалась высказываниями руководства портала и некоторых его авторов. Гром не грянет, Кремль не перекрестится. Странно то, что о постепенной скупке региональных порталов не раз и не два говорили эксперты самых разных уровней, но никаких мер властями, похоже, не предпринималось. С одной стороны, ничего противозаконного тут, действительно, нет. Но когда абсолютно законное, на первый взгляд, бизнес-мероприятие приобретает черты готовящейся диверсии, из этого следует сделать надлежащие выводы. В противном случае мы рискуем получить множество подобных акций в крупнейших российских городах, что, разумеется, вряд ли будет способствовать консолидации нашего общества. И это еще легко сказано. Разумеется, организаторами акции она подается как нечто гораздо более широкое, чем просто противостояние сторонников и противников строительства храма. Конечно, это не конфликт фанатов зеленых насаждений и православных верующих. Это уменьшенная копия нарастающего противостояния российских олигархов, которые ворочают миллиардами, и беднеющего населения, которого это с каждым днем все больше злит. Что ж, тут все понятно, тема противостояния олигархам стала объединяющей и для либералов, и для условных красных патриотов. Именно под эту мантру они планируют снести в России власть и разделить ее на несколько провинций. Именно для продвижения этой идеи искупаются региональные электронные СМИ как весьма эффективный рычаг, который сложнее контролировать из Москвы, чем основные телеканалы. И это весьма серьезная угроза. Серьезная именно потому, что проблем в стране действительно немало, и в условиях нарастания и усугубления экономических неурядиц, падения доходов населения и общего роста протестных настроений. Такие опытные игроки, как ЦРУ и МИ-6, способны быстро выявить наиболее болезненные точки. Поэтому к произошедшему в Екатеринбурге нужно отнестись всерьез. Может, это и не пролог грядущего русского Майдана, но бездействие властей может к нему привести. И тогда мы, конечно, выберем самого достойного из 150 миллионов, ну, или того, кого в Вашингтоне назначат. Зато олигархов скинем куда-нибудь в Лондон, не дальше. Хотя они и сейчас почти все там.